Голубые береты, крылатая пехота, десантура. У этих вояк много имен, которые говорят, что они относятся к особому роду войск. Бойцы десантных подразделений всегда были на особом счету. Им доверяют самые сложные боевые задачи в войнах и локальных конфликтах. Сегодня элита вооруженных сил России отмечает 82-летие ВДВ. В набережных Челнах праздник взял старту Вечного огня. Автомобили, флаги и люди в тельняшках и беретах. Такие колонны к мемориалу Родина-Мать тянулись со всего города. Общий язык быстро нашли даже те, кто до этого не был знаком. Десантник десантнику друг. Это что-то вроде правила боевого братства. Из толпы доносились поздравления и теплые слова. Многие на праздник пришли с семьями, чтобы показать родным и близким армию, которой гордится вся страна. Это великий праздник для нас. День ВДВ. Тот, кто прошел эту службу, он ее никогда не забудет. И поэтому с малых лет надо уже парню приучать к тому, что есть войска дяди Васи, самые достойные в России. Я очень горжусь своим папой, потому что он меня начал приучать к воздушно-десантских войскам. Позже к поздравлениям присоединились и гости праздника. Боевых подвигов российского десанта не сосчитать, а войн без потерь не бывает. Поэтому на торжестве нашлось время и для солдатской грусти. Вспоминали тех, кого нет в живых. Тех, кто погиб, защищая Родину и честь десанта. Девиз которого – никто, кроме нас. Задача, которая ставится в воздушно-десантный войск, никому не посильно выполнены, только воздушно-десантным войскам. И все. Вот это и значит – никто, кроме нас. У мемориала «Павшим воинам» десантники вели себя сдержанно. Однако про буйный характер крылатой пехоты знают все. Ветераны и представители городских властей призвали собравшихся отдыхать культурно, чтобы потом не стыдно было вспомнить 2 августа 2012 года. Не все такие есть. Есть и не десантники такие, которым не подойти. А десантники, если он нормальный, как говорится, мужик, он слабого не обидит, не привяжется. Старшие товарищи, которые этот праздник отмечают много лет, пообещали присмотреть за молодежью. В завершении торжественного митинга и десантники, и все те, кто пришел поздравить их с праздником, возложили цветы к вечному огню. Егор Орлов, Андрей Буслаков, РНТВ, Набережные Челны.